Здравствуйте! Наступает вечер. Солнце склоняется к горизонту. Ветер утихает, щебечут птицы, закрываются кругсы. И завтра будет новый день. Что он принесёт ещё неведомо, какой будет погода, тоже неизвестно. Весенние прогнозы не постоянны, как и сама природа. Ну, а я предвкушаю завтрашний поход в лес за грибами для Ники. Даром, что ребята уедут. Надеюсь, они не сумеют найти у себя в холодильнике небольшой запас тех грибочков, которые им так приглянулись. Я до них не особо охоча. Но, тем не менее, есть повод прогуляться. Впрочем, ещё неизвестно, что будет завтра с погодой. Прогноз вроде бы обещается благоприятный. Надеюсь, что он оправдается. Ну, а пока надо возвращаться в избушку, подметать полы после плетения корзинки, заканчивать и смотреть, что там утворяет бенефас и каря. Надеюсь, что они не всё разнесли в моё отсутствие. Какая великолепная погода. Порхают птицы. Скажем, идём всё больше и больше. Ну, а сейчас у скворцов начались игрища. Они выбирают себе партнёров и на некоторое время забросили свой скворечник. Ну, а что до раздов? Их дневные труды, как и мои, сегодня тоже закончены. Они куда-то упорхнули, предварительно пострекотав, попрыгав по веткам. Синички практически исчезли. Эх, совсем недавно тут висела кормушка. Ну, всё. Надо бы не с ней отпало. Потому что наступила весна. Последняя проплешность снега уже смотрится совершенно неуместно. В тот момент, когда на градуснике днём возникает плюс 15 на солнце. Великолепная вещь. Обновление. Природа просыпается. Но солнце уходит на закат, и мне предстоит возвращаться в избушку с тем, чтобы заканчивать свои начинания на сегодняшний день. Каким будет завтра, увидим. В избушке солнечный вечер. Хорошо было на улице, посидела, полюбовалась на цветочке, но надо заниматься корзинками. В данный момент той, которая предназначена для Ники. Она утащила под мешок с мусором Ники Машкину небольшую и попросила гораздо больший размер. Первое, что сделала Бенефаций, прискакав с улицы, это упаковался в корзину. Уже привычные занятия, и явно ему нравятся процедуры, которые я занимаюсь. Ну, а тут, как всегда, творческий беспорядок. Кияночка, палочка, которой я подбиваю прутья, чтобы они плотнее лежали. Ну, а карка до сих пор приводит себя в порядок после прогулки по лесу. Да, без этого никак. На мою кроватку ей сегодня путь заказан. Пока она полностью не обсохнет после лучших бобровых плотин. Ей предстоит пылить на полу. Ну, а мне сейчас осталось добить несколько прутиков. Боня, что ты делаешь, а? Нет, нет, нет. Ты можешь лопать всё, что внизу, но не корзину. Так, кот, всё, выметайся. Фу. Нет. Это очередной шедевр. Надеюсь, что будет не таким корём, как все остальные. Да, сначала надо сделать то большое, что задумала, но уж оставшиеся прутья пускать на остальные корзинки. Ну, сейчас я уже собираюсь заканчивать. Самое время приготовить ужин. Вот-вот-вот, лучшим прутики грызть. Впрочем, кари сегодня утомлена. Ей явно не хочется играть. Но Бонифаций найдёт себя развлечение. Боня, наша креда всегда... Хватит грызть мою корзину! Изверг. Набегался на улицу. Вот сейчас бы залёг да спать. Нет. Давайте хулиганить дальше. А на кресле уже лежат упакованные коробки, которые я собираюсь отправить с Никой в Москву. В них последние частички сувеля, которые мне удалось обработать. Уезжают к своим заказчикам. Эх, жалко расставаться. Клоточки опустили. Но пока не закончу с корзинками, браться за новые проекты с деревяшками я не собираюсь. Пока ветки ещё достаточно гибкие. Надо пытаться хотя бы что-то сделать. Причём с каждым годом я убеждаюсь, что корзин в хозяйстве много не бывает. Поэтому сначала наделаю то, что обещала, а из оставшихся прутиков займусь тем, что предназначено для себя. Очередное утро началось с сюрприза. Не успела я глаза продрать. Прогулявшись по участку с первой сигареткой в зубах, как внезапно меня посетил Мурлок. Это удивительно. Но я заходила посмотреть на объёмы работ в Машкиной комнате, сколько там предстоит убираться, что делать. Внезапно раздался шорох, и за дверью в прихожей оказался он. Хорошо, что Бонька был на прогулке. Каря вместе с ним, и я привела кота к себе в комнату. Естественно, сразу же позвонила Мике. И даром, что времечко-то ещё раннее, ей предстоит сейчас вернуться за своим хвасатиком. Ходит по комнате, шипит, всё обнюхивает. Как он тут оказаться ума не приложу, не знаю, наверное, отправился путешествовать, и внезапно вспомнил, что когда-то жил в этом доме. Причём неоднократно он приезжал сюда на лето, но в основном обитал на втором этаже. Так же, как и Ника, и ёлка. И вот сегодня он решил меня посетить. Ну что ж, жду хозяйку. Честно говоря, знакомить их с Боней я не собираюсь, потому как совершенно неизвестно, во что это выльется. Вообще-то это дом Бонифации и незваный гость. Я не знаю, как всё могло бы сложиться. Да, Мурляк, тут, конечно, интересно, но я полагаю, что тебе лучше всё-таки вернуться в собственные апартаменты. Нет, вот по полкам мы прыгать точно не будем. Мурик, не будем. Ты чё, смотри, какие-то драгоценности, всё упадёт. Ты ж здоровенный. Боник туда, кстати, не лазит. Ну, кулей пока по комнате, сейчас Ника придёт. Между тем, Мурляк начинает осваиваться. Да-да, там стоит кур, кошачий. Так, а вот с печки нам тебя снимать будет сложновато. Мур, может, не стоит? А, впрочем, Ника его сейчас придёт подманить моментально. Да, вообще-то я собиралась сейчас зарядочку сделать. Ну, так это немножко воспрячь и затем заняться своими домашними делишками, а, может быть, прогуляться в лес. Но подобное шоу с утра меня немножко взбодоражило. Оказывается, Ника его искала. Выходила в пять утра, звала. Кота не было. И вот он обнаружился здесь. Ну, не скажу, чтобы она очень удивилась, но, тем не менее, удивилась Кари, которая только что сбежала в избу и увидела кота. Ну, честно говоря, она её даже не зашипела. Ну, вот, Гулёна потащили домой. Кост полена. Да, утреннее приключение. Ага, горжетка. Как она его отпустила? Ага, и он опять попёрс ко мне. И что? Он с вами обратно идет. Мур. Мур. Так. Не хочет уходить от бабушки. Угу. А Бонечка придёт. Неизвестно, что состоится. Пойдём. Всё, тащи на ручках. Ой, чудилки. Хорошо, что у Ники привычка рано вставать, как у меня. Иначе бы всё было куда сложнее. Вышла на крылечко, полюбовалась на небеса и решила зайти на эту самую приборку. Такими вещами надо заниматься, когда дождик идёт. А в такую погоду шляться, скитаться и наслаждаться. А потому забежала в савиный дол, занесла Нике громадную сумку с посылками, которые предстоит Маше передать. Перешагнула через живописный ручеёк и направляю с влез за веточками. На большую корзину длинные ветки нужны. А те, что мне остались, к сожалению, не подходят. А потому отправлюсь рыскать. А к тому же, пожалуй, соберунники саркоцифы полюбили свои эти грибочки. Нет, всё равно, есть не есть, но главное что-то собирать. Инстинкт такой, собирательский. Ну, начать я, естественно, решила с грибочков. Приятное занятие. Забрела чуть подальше от того места, где намерена на обратном пути брать веточки, и обнаружила первую бобровую плотину. Здесь такие заросли, когда начинают появляться листва, что и не заберёшься. И вот бобрики запрудили болотца, которые находятся совсем неподалёку от нашей деревни. Ну, плотинки, судя по тому, что на ней выросла трава уже годика два-три. Но, тем не менее, попадаются свежеобглоданные палочки. Пивника здесь полным-полно, пищи хватает. Я намерена отправиться вдоль ручья дальше, поскольку помню, что искомые грибы растут как раз у бобров. Планета такая. Только к северным вчера ходили, сегодня к южным. Ну, как же оставить подобное без внимания. А к тому же здесь просто интересно и красиво. Правда, приходится иногда преодолевать заметные препятствия, но это не страшно, не впервой. Ну, вот и грибочки разных размеров. Разумеется, малютку я брать не стану, а вот такие экземпляры вполне пригодны для Ники. Не знаю, я как-то не фанатка поедания грибов всё больше по сбору, но сам процесс весьма азартен, а потому достаю пакет. Передвигаюсь по низине около ручья, любуюсь на бобровые плотины. Вон, вдалеке каскад, ещё одна совершенно новая. И очень странное русло ручья. Такое ощущение, что его выкопали лопатой. А может быть, сами бобры постарались. Чем-то напоминает азиатский арык. Да, труженьки. А впереди большой водоём. И, по-моему, там прибавилось свалено деревьев. Ну, сейчас я на всё это полюбуюсь. А грибочки, между тем, продолжают попадаться. Приятненько. Тем более, что сейчас ещё не выросло крапивы, и тут нужно совершенно спокойно пройти. А над стволом потрудился дятел. И совсем недавний спил. Мощными зубами. Как же не копчера бы радовалась, когда нашла подобные. Вместе с остальными составляющими. Почившего бобра. Ну, не знаю, может, и мне что-нибудь подвернётся. Всё время, когда идёшь по таким местам, ждёшь каких-нибудь неожиданностей. Ну, надеюсь, что приятных. Приблизилась к большому водоёму и просто любуюсь. Летом он куда менее обширен. И повсюду плавают светлые палочки, свежеоблодные ивы. А добывают бобрики. И вот здесь. Планомерно все колышки одной высоты. Такое ощущение, что они грызут, вставая на задние лапки. Ну вот. Круще всякого ножа это пора. Великолепно. Означенные спилы зубками. И некоторые совершенно свежие. И всё это тянется на десятки метров. Да. Плановое прореживание лесочка. Большие деревья здесь устояли. В основном это ольха. И надеюсь, что скоро тут тоже появится полноценный лес. Но ходить по нему крайне опасно. Споткнулся. Напоролся вот на такой колышек. И мало не покажется. А на берёзе всё ещё находится огромное гнездо. Ни разу не видела его обитателей. Но ужасно интересно. Ничего бы оно могло быть. Ну что ж, отправляюсь дальше. Здесь к воде не спустишься. Очень крутой берег. Но вид открывается тем не менее великолепный. Передо мной очередная бобровая тропа. По которой они тащат кустарники, стволы. С тем, чтобы ими поживиться. И вот здесь вот. То, чего следует опасаться. Там, где бобрики живут. Угодить сюда ногой было бы совсем неприятно. Норка. И вон второй выход. Расположенный под берегом. Боюсь свалиться. Вон ещё один более обширный. Ну а тут они, вероятно, съезжают по горке, как в аквапарке. Самой бы не съехать. Хочу подобраться сюда. И здесь тоже явно кто-то побывал. Ну, какие серёжки. У ольхи сохранились тёмные шишечки, которые меня так радовали ранней весной. А сейчас дерево уже зацветает. И вот очередной лаз, который ведёт явно в направлении берега. А вот и бобровая хатка. Под ноги надо аккуратно смотреть. Ну, очередные сваленные берёзы. Ну, ёлки-палки действительно как будто топором обрубили. Причём и ветви. Я уж не говорю про основание. Там-то уж на топор точно не похоже. Ну, вот. Бобровый дом. Хат называется. И кругом, опять же, запасные выходы, в которые можно очень спокойно навернуться. Карька явно что-то почуяла. О-о-о! Бедная берёза. Остекающая соком. Свежно отгрызная. Так, ещё один проход. Ещё один. Эх, жалко дерево. Ну, кому-то мешало налить из берёз высоко. Ночью опять подморозило. Вон, ещё одна. Да, орудуют бобрики. Большое был дерево. Оно ещё есть, но стоять ему уже совсем недолго. Прискорбно. Молодую ольху начали кушать. Ещё одну более крупную. А карька куда-то сунула мордаху. Смотри, за нос укусик. Дай тебе ёлку отдеру. Отдай. Поймала себе украшение. Ну что ж, аккуратненько обходим это стрёмное местечко, где можно провалиться. И топаем дальше. А вот фундаментальная плотина, которая удерживает такую массу воды. Рукотворное озеро, точнее лапотворное. Массивное сооружение, достаточно высокое и прочное. Это испытали и Ника, и Машка перебираясь тут летом. Ну, а я рискнула пройти один раз зимой, когда был очень твёрдый наст. Далее следует меньше водоём. И ручей устремляется вдаль к новым каскадам. Ну, а я продолжаю искать грибочки, которых здесь когда-то было в изобилии. Ну, тогда я не обращала на них внимания. А раз часа не потребовали с Ники. Что ж, почему бы и не собрать. Обходила огромную рухопрошную берёзу. Но, правда, без помощи бобров. Вероятно, то просто потому, что она уже подгонялась, свалилась. Но под неё уходит огромная нора. Явно глубокая и явно бобровая. И не только Ники везёт на находки. Ну, вот челюсть бобрячая с зубками. Я, конечно, не собираюсь тут выискивать все останки. Но вот такой сувенир меня весьма радует. Что я там говорила про неожиданности? Ну, вот они. А зубик, если его достать, составит где-то сантиметров шесть по длине. Так, мне любопытно найти вторую челюсть. Конечность. Ну, что ж, посмотрим. А всё-таки любопытно, что там в норке. Насколько она глубокая. Да. Точно уходит к самому водоёму. Нет, проверять не полезу. Палкать никого не стану. А тут очередная высокая плотина, по которой икарька только что перебралась на ту сторону. Выглянуло солнышко. Какая же всё-таки красота. Хотелось бы дойти сегодня до конца этих каскадов и посмотреть, не плавают ли где-нибудь утки. Да, такие панорамы. Это прелесть. Но скоро зайдёт крапивка, осока, и тут будет не пробраться до глубокой осени. Поэтому надо пользоваться случаем, полюбоваться на всю эту красоту. Отмахала уже несколько километров и понимаю, что пошла в совершенно правильном направлении. Чем дальше, тем грибочков больше. Причём весьма и весьма достойные экземпляры. Ну что ж, приятно, когда вот такая добыча попадается. Будем брать. Странно, но у меня пакет показался в рюкзаке именно красного цвета. Хотя я даже не планировала в этом году собирать подобные грибы. Ай, ну что бы не собирать, было бы интересно. Добралась до местечка, где плотина следует одна за другой. Одна, вторая, третья, дальше четвёртая, и снова разливается ручей, разветвляясь уже на два рукава. Да, симпатичные бассейнчики получились. Причём плотины настолько фундаментальны, что просто тянет попробовать, как это по ним переходится на другой берег. Но это на обратном пути. Я хочу проверить то место, где Ника обнаружила подходящую для плетения иву. Если мне повезёт, то возвращаться придётся с изрядным грузом. Ну, если нет, что ж, найду что-нибудь поближе к дому. Во всяком случае, забрела я уже достаточно далеко. Поднялась от водоёма с очередным каскадом вверх в бобровой тропе и обнаружила нечто. Собственно, эта белая штучка и привлекла моё внимание. Оказалось, что это начисто обглоданная осина, причём она напоминает абстрактную скульптуру. Вот уж действительно бобры памятник воздвигли. Да, будь тут Ника, ого-го, жильяне, она бы, наверное, её прихватила. Но эта штука ещё сырая, весит достаточно много, и явно сегодня не тот случай, чтобы я прихватила её с собой. Ну, а здесь, как всегда, поработали над ольхой, филигранно срезав ветки острыми зубками. Ну что ж, пройти с к водоёма, посмотреть, что творится там, и уже скоро пора возвращаться. К сожалению, заросли ивы, которые я обнаружила, оказались отмутни густыми, и овчинковые ёлки не стоит. Тащить всё это с собой ни малейшего смысла. Да, накатанная дорожка, обглоданные палочки, и новая фундаментальная плотина, которая венчает, судя по всему, точно такой же обрезок древесины. Ещё немножко прогуляюсь, и пора разворачиваться. Однако решили пройтись ещё немножко, и добрили вот до такого циклопического сооружения. Я хотела подойти поближе, но там может пролезть только кари, да и то с трудом, поскольку очень хляпка и топка. Да, это тоже бобровая хатка, но настоящий небоскрёб. Это ж надо было такой фигуам соорудить. А между тем была тут Ива, шикарная причём, именно та, что мне нужна. Но она вся пошла, так сказать, на корм скоту. Эх! Наверное, надо было заходить сюда пораньше. Но тогда всё скрывало бы снег, и я бы ничего не обнаружила. А прутики замечательные. Ну, может быть, немножко я отсюда его несу. Хотя сколько их было и сколько стало. Печально, печально, конечно. Ну что ж, будем знать, где злачные места. Ну, а пока возьмём хотя бы то, что ещё и реально. Нет, ну надо же было такое сооружение отгрохать. Красавцы! Впрочем, после терзания упорных поисков кое-что мне удалось урвать. Набрала сахапочка, брала только длинные, потому что мне именно такие сейчас необходимые. Ну, а сюда можно наведаться ещё разочек. Полагаю, что это будет даже завтра. Пока всё не съели. Ёлки-палки, ну как же достаточно столько ивы упустить. Ну, а теперь хотя бы буду знать, куда отправляться. А вот теперь всё это надо допереть до дома. Сыренькая ива сейчас будет весить столько же, сколько небольшое брёвнушко. Ну, не впервой, да, тащ. Хотя идти ещё и идти. Ну, вот и показалась крыша родного дома. Я на разваленных скотных. Ну, кое-как, ну, допёрла. Знала, что будет спинка болеть, но куда отправлялась тоже ведла. Ну, вот он бонус. Рассвели. Жёлтый. Бонуски-палки мачили. Её всё больше и больше. Да, теперь у блинца не будет проблем с делишкотесами. Надо набрать сейчас будет побольше в карман. И вечером, когда отправлюсь в броведы питомцев, поскольку не кастёмка уехали в Москву, непременно угощу блинца. Ну, вот. Удачная была прогулка и грибочки. Ну, скажем, не ягодки, а цветочки, ну, и веточки, естественно. Вообще, жизнь прекрасна, что и удивительно. А главное, прогулялись хорошенько. А приборка, ну, её. Всегда можно отложить на завтра то, что можно было сделать сегодня. Но главное, не упустить момент. А потому возвращаюсь домой, сажусь, плести корзинку, отдыхая спиной. И всем желаю здоровья и удачи. И побольше приятных неожиданностей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова